Увидел ребят. Канал наш, да? Да. Замотивировал это рублями. Тысячу в кармане приехали. С чемоданом? Нет, рюкзак. 500 рублей на еду, 500 тренировка разово. А, разово. На этом закончились деньги? Да. Ты хочешь в профибоксе боксировать? Да. Понял, ну это чисто настоящий чемпионский путь. Конечно. Тоже сделали спицу, три спицы. Это знаю, да. Ты с чего-то начал, понимаешь? Конечно. Если сейчас не получается, то завтра получится. Ротелла, здорово, как ты? Все на мази тоже. Сюда устроился. Слушай, ты сюда устроился работать? Да. В наш зал, да? Да, да, да. А кем ты? Ну, пока так, больше. Ну, понял, ну это чисто настоящий чемпионский путь. Ну, конечно. Ты же мыслишь о том, чтобы, наверное, двигаться, да? Слушай, я хочу на профи выйти. А, ты хочешь в профибоксе боксировать? Да, и хочу все сделать возможность, чтобы там быть. Я хочу сейчас весосгонку сделать. У меня сейчас было 67, до 64 сбросил. Все. То есть, короче, на легчайший вес хочу показать. Я понял. А какая-то база есть уже боксерская? Да, полтора года занимался боксом. Полтора года? Да. Ну, это любители. То есть, на соревнованиях участвовал? Да. Сколько боев? Слушай, ну, где-то три. Я приехал сам с Казани, родом оттуда. Жил с самого детства. Двигался на улице, учился, работал. Увидел ребят, Серегу, Гришу. Канал наш, да? Да. Увидел их тренера. И у меня просто замотивировало это. То, что ребята свои годы сделали прорыв такой. И в самом боксе. То есть, я тоже хочу так же. Мне 25 лет будет. Вот летом. Будет 25? Да. Как бы сюда приехал, вкинул 1800 рублей на билет. И с 1000 рублей... С 1000 в кармане приехал? Да. Мне, ребята... С чемоданом? Нет. Рюкзак. А, с рюкзаком? С бэком. И мне говорят, слушай, блин, ты вообще просто лютый тип. И, ну, мы в тебя верим. Пошел в церковь. Помолился. Поставил свечку? Слушай, нет. Сначала я пришел на тренировку. То есть, денежку сюда отдал. Потренировался. Потом пошел... То есть, ты потратил косарь свой? Тысячу рублей, который ты... 500 рублей на еду, 500 тренировка разово. Все. В итоге я пришел... На этом закончились деньги? Да. И пошел, получается, здесь 100 метров, мойка. Все, пошел туда. А как? Тебя сразу взяли на мойку? Сразу взяли, потому что 7 лет опыта. И в детейлинге, то есть, в тачках я шарю, ребят. А как они? Можно передать привет агрегатке Павлу Евгеньевичу? Он сделал из меня, можно сказать, человеком. Я после армейки сразу же пошел. Специалистом был по коробкам автомат. Где служил? Екатеринбург. ЖДВ. 6127, привет. ЖДВ? Железнодорожное ВСК? Да, я там барабанщиком был на разводе. А, у меня брат в ЖДВ тоже служил, но только в Амге, там, Ленинградская область. Ну, слушай, служба такая, ну, не сказать уж и легкая была, но и несложно. Для меня, как музыканта, я еще в музыкалке. То есть, я разносторонний человек. Ну, за 24 года жизнь потаскала, да? Очень сильно, очень сильно. А что расскажешь о службе в армии? Посоветуешь подписчикам или нет? Слушай, совет таков... Если делать нехер, идите. Нет, смотри, мне дедушка, он мне такую вещь сказал, будь самим собой и люди к тебе потянутся. Если тебе что-то скажут и он не прав, то есть, ты ему словами объясни, но если не получается, в туалете можешь, как бы, объяснить по-другому. Решить вопрос? Конечно. Все. По-мужски так сказать? По-другому никак. Я понял. Расскажи немножко о своих татуировках. Ну, у меня самое... Орел? Орел. Это Орел. Любитель свободы и порхаю. А на шее кто? Баран. Упертый на своей цели, как и вот приехал в Москву. Ну да, да. Просто задался целью и сделал этот... Просто приехал парень, несмотря ни на что, косарь в кармане. И то, который потратил здесь, в Цезаре, потому что разовая тренировка тут 500 рублей стоит. Потренировался, пошел, заработал на мойке. Кстати, мы с Гришаней тоже мыли машины. Да, да, да. Занимались, так сказать, клинингом. За кистью разминали тряпочкой. Ну да, да, выжимали тряпки там постоянно. На чай оставляют? Да. Буквально два дня назад полторы тысячи. Ну, чай, да? По 500 рублей, то есть, ну, по мелочи и набирается... Сегодня у тебя выходной? Сегодня нет, работаю здесь. А, ты же, блин, точно. Ты же там последний день, да? Да. Сколько, ну, машин сделал? За все это время около 200 машин. Есть машин. Неплохо. Слушай, если, ну, вот просто есть в боксе такая тема, что если там возраст тебе уже там 24 года и там у тебя, ну, никакого любительского багажа типа нет. В основном таких бойцов типа не берут, они смотрят на любительскую карьеру, они смотрят на твои навыки, там, такие моменты. Но в первую очередь они спрашивают, что ты выиграл в любителях. И я хочу просто тебе такой задать вопрос. Если не попрет в боксе, рассматриваешь ли ты кулачные бои? Так что и вы, если сидите дома и у вас есть мотивация, вот парень советует просто взять, встать, собрать сумку. Рюкзачок у тебя был, да? Да. И он просто приехал. Сейчас пока что он устроился сюда, там где-то что-то ему скажут, там, здесь прибери, там прибери. Слушай, на этом не заканчивается жизнь. И любая работа хороша. Он начинает, ты с чего-то начал, понимаешь? Конечно. И мотивация для вас, ребята, в том, что тоже можно взять и поехать туда, куда ты захочешь. Самое главное, это мотивация и цель в голове. Задайте, и все будет. Мотивация от Игорька вам. Со временем. Если сейчас не получается, то завтра получится. Красавчик. Так что все, все ваше хрук. Спасибо, ребят. Всем спасибо.